МИСТИКА Я ж тебя в погоне не оставлю Я с тобой не разговариваю Я умею листать Ясно Выполняй простые задания на своём мобильном или планшете И получай золотые орлы в игре War Thunder По моему промокоду на экране вы получите свои первые 10 золотых орлов Ссылка в описании Приветствую всех, дорогие друзья Рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ Не случилось то, что вы так долго ждали А именно, обзор, не штурмовую штурмовку Ту-14Т Я честно не понимаю, зачем вам нужен этот обзор Хотя, раньше я сам говорил, что есть ненужная техника Но на неё обзор нужно сделать Просто когда с этим сталкиваешься, то как-то грустно Потому что снять на это видео довольно проблематично Ту-14Т как раз из того вида техники Которую в совместку брать, ну, особо нет смысла Это почти как Ту-4 Только полезность Ту-4, на мой взгляд, может быть даже выше И уж, если вы так хотите, ну, возьмите вы Ил-28Ш Он куда интереснее, чем Ту-14Т Ну, что ж, об этом вы узнаете сегодня Почему так происходит И, ну, отдельный привет тому человеку Который под каждым видео последний, там, не знаю, может быть, месяц Высказывал свои просьбы Насчёт Ту-14 Это специально для тебя Итак, давайте приступать Ну и начнём с вооружения Из приятного Это лобовые, курсовые, точнее, 23-мм пушки НР-23 Боезапас небольшой 170 снарядов Но при этом это довольно мощные пушки Мне они в бою так ни разу и не пригодились Чтобы мне с кем-то так вот в лоб сходить Хотя, с другой стороны, они могут быть полезными Если вдруг какой-то истребитель захочет с вами как раз-таки в лобовую сгонять Но для того, чтобы уничтожить наземку, они не подходят Бронебойные боеприпасы у них довольно слабые На этих БР-ах они ничего не пробивают Поэтому берите ленту по воздушным целям Ну и встречайте кого-то, если в лоб зайдёт Есть ещё такая же турель Из двух НР-23 в хвостовой части самолёта При этом сектор обстрела у неё моё почтение По сути, она перекрывает всю заднюю полусферу Но есть один маленький нюанс Очень быстро выбивают того самого стрелка И вы остаётесь без этой турели Пушка мощная Скорострельная Ну и, конечно же, может быстро сбрить вражеский самолёт Буквально с одного-двух попаданий Но нужно ещё сначала попасть И вот это вот иногда занимает некоторое время А у вас живучести против вражеских истребителей Ну настолько же мало, как и у них Против этой спаренной 23-х миллиметровки Так что здесь такая палка о двух концах С одной стороны, здорово, что она есть Вы действительно можете сбивать вражеские истребители Но живучести вам самим не хватает Чтобы сажать себе кого-то на 6 И целенаправленно пытаться уничтожить этих 23-х миллиметровок Поэтому есть и есть Здорово, пользоваться особо не приходится Ну и теперь к подвесному Чем же нам приходится бороться с наземной техникой А напоминаю, что в рубрике «Нештурмовая штурмовка» Мы используем самолёт только в совместных боях И смотрим на то, как он справляется с наземной техникой Ну и если он на это не очень способен То что ещё он может И здесь ситуация обстоит, ну, крайне плачевно Нормальной бомбовой загрузки, удобной У данного самолёта просто не существует Есть одна бомба на 3000 килограмм Фаб 3000 Она, да, мощная Да, можно скидывать на точку Но очень редко она пригождается, действительно Зачастую вы делаете ей один фраг Какой в этом смысл? Ну, на самом деле не очень большой Ибо как такового сплэша огромного у неё нет И вообще есть проблема с тем, что Ту-14Т вообще-то реактивный И на нём вы банально цель не видите Когда уже бросаете эту бомбу Есть вариант загрузки, с которым я начал летать потом Это две бомбы по 1000 Они по мощности не так сильно уступают 3000-й Но хотя бы два сброса у вас будет Два шанса кого-то забрать за один вылет Есть 4 500-ки Есть 8 250-килограммовых бомб В принципе, может быть, имеет смысл и 500-ки брать Для того, чтобы сбрасывать их Но у 1000-килограммовых есть хотя бы какой-то сплэш А точное бомбометание это явно не про Ту-14Т Особенно в совместных боях Особенно с зенитками и врагами в воздухе В общем, как таковой нормальной загрузки не существует Есть ещё торпеда для поражения надводных целей Но это вообще не про совместные бои И по итогу как-то всё грустно Берёте трёхтонку, один сброс и идёте на филд И, к сожалению, бой зачастую заканчивается Пока вы сходите на филд, заново взлетите И начнёте подлетать к полю боя При этом данной 3000-килограммовой бомбой Скорее всего, вы сделаете, дай бог, один фраг А скорее всего, не сделаете ни одного Потому что куда кидать её, непонятно В этом и заключается главная проблема Ту-14Т Ему, с одной стороны, вообще нельзя Хоть сколько-нибудь долго находиться над полем боя Ибо зенитки здесь уже очень злые И сбивают просто моментально Но, с другой стороны, иначе он просто не может быть Хоть сколько-нибудь эффективным Вы тупо не видите цель, по которой кидаете бомбу Да и летит она столько времени Что даже если эта цель Хоть там, не знаю, через 5 секунд запланирует Куда-то поехать и поедет Она спокойно выйдет из зоны поражения То есть кидать её можно тупо по точкам Или по кемперам Такие есть не везде, не всегда А если есть, возможно, вы их тупо не увидите И в этом проблема И опять же, вот скинули вы эту 3000-килограммовую бомбу И на филд Скука смертная Да, вы быстро можете добраться до филда Да, у Ту-14Т есть одна шикарная особенность Которая позволяет ему немножко уменьшить время посадки Называется она Вы садитесь прямо на двигателе, не выпуская шасси С шасси можно садиться при скорости где-то километров 250-260 в час Ну и долгий потом будет тормозной путь На двигателе можно садиться на скорости от 500 и ниже километров в час Тормозной путь, естественно, меньше При этом самолет не ломается Каждая посадка из тех, которые я так совершал Получалась Поэтому пользуйтесь Однако вы выигрываете этим, ну, 20 секунд Вы все равно не успеваете потом взлететь с бомбами И долететь и скинуть их Ну, по крайней мере, такая ситуация складывается Либо ваша команда проигрывает до этого момента Либо выигрывает уже до того момента Значит, как такового смысла, в принципе, в Ту-14Т в совместных боях нет Если я видел истребителей, то на меня они в итоге так-то и не заходили Был один раз, когда я его сбил, но сам в итоге умер сразу же от зенитки Поэтому, опять же, брать, например, россыпь 250-килограммовых бомб Кроме как для единовременного сброса к ковровым боброметаниям Вообще не стоит Потому что, ну, вы не можете позволить себе висеть над полем боя Это смерть По итогу получается очень странная тема Время виража у Ту-14Т не очень Как таковой скорости реактивного истребителя на нем не чувствуется Ну, это не истребитель, ну, неважно Реактивный самолет, он все равно должен быть как-то быстрым достаточно В данном случае нас догонит даже поршень, я думаю Ну, то есть, да, максимальная скорость высокая 856 км в час Но БР-8.0, мы, блин, не воюем с поршнями Тут все реактивы И все они быстрее нас И все они имеют больше максималку А с бомбовой нагрузкой И даже без нее оторваться от кого-то, ну, нереально просто Все это занимает слишком много времени Чтобы выйти на скорость, там, 800 км в час В основном вы стартуете, там, 500 Потом один раз пикируете, набираете 800 Тормозите, взлетаете с филда и тысячу лет набираете опять эти самые 500 км в час Про какие-либо маневры на Ту-14 и говорить не стоит Ну, не умеет этот самолет маневрировать Скороподъемность у него тоже не идеальная Ну, явно не реактивного истребителя Потому что это и не он Этот Ту-14 способен, конечно, климбить И довольно шустро Ну, как для бобра, конечно же Даже с плавесной бомбой Но при этом это занимает много времени Все еще И опять же мы сталкиваемся с проблемой Которая у нас есть вот в самом начале При этом цена ремонта 14 тысяч Ну, опять же Зачем его, в принципе, брать совместку Когда вы его ни за что в жизни не окупите Живучесть здесь Невыдающаяся Такого количества турелей, как на Ту-4 Тоже нет И опять же Противники, на мой взгляд, более злые И бомбовой загрузки такой, как на Ту-4 нет И по факту Смысла вот Ту-14Т Тоже нет Потому что Зачем? Есть богоподобный Ил-28Ш Да, если хотите, чтобы я о нем еще раз рассказал То напишите об этом Да, на нем тоже сложно Но там хотя бы ракеты И их на 6 пусков Пожалуйста, воюй Тоже 23-миллиметровые пушки Тоже есть 23-миллиметровая турель Но по факту Вот именно для штурмовки Он подходит лучше Да, если есть зенитки Это смерть практически верная Но это явно не то же самое Что болтаться на полутора километрах Скинуть один раз бомбу И уйти на филд Это все, из чего состоит ваш геймплей Вы просто летаете на филд И пытаетесь долететь обратно И никогда не успеваете И, в общем-то, на этом Мне даже и сказать больше нечего В принципе, понятно Что реактивные бобры И дальние бобры И тяжелые бобры Они не очень хорошо подходят Для того, чтобы уничтожать Какие-то конкретные там танки Они вообще для этого И не предназначались По факту Поэтому То, что Ту-14Т не очень Понятно Всем сразу Но, с другой стороны Есть исключения О котором я уже говорил И, ну, были какие-то Даже, может быть Надежды на Ту-14 Хотя, когда я посмотрел На его подвесы То мне сразу все стало Более чем понятно Он интересный Очень редкий Потому что никому не нужный И вот такой вот Одинокий В своей ветке прокачки Я думаю На Ту-4 вы можете остановиться Ту-14Т пока Не очень интересен Может быть В воздушных боях На нем веселее Но что-то я сильно сомневаюсь Что на этом Бэйре Без скорости С одной-трехтонкой На нем что-то Можно противопоставить Противнику Думаю, нет На этом на сегодня все Всем спасибо за просмотр Пишите, что вы думаете По поводу данного аппарата Всем удачи И пока Пока